привет всем хорошим людям слава украине живи беларусь друзья сегодня будет видео солянка где мы с вами посмотрим несколько видео я попытаюсь для вас немножко их откомментировать у нас сегодня рогозин в беларуси независимая смоленская республика ну а также очень классные выпады соловьева когда он истерит вы знаете насколько я получаю от истерики пропаганды удовольствие а тут он решил наехать можно сказать на путина что ж это такое ты делаешь старый дед что рубль у нас уже по 100 и тут неожиданно его поддержали неизвестные хакеры в сургуте но и много разных видео давайте начнем с резиновой попы как его прозвал сам путин раненый в одно место рогозин неожиданно приехал в беларусь его принял лично диктатор усатый откровенно говоря готов способствует тому чтобы ваши опыт и знания пригодились во благо нашим общим идеям которые мы вместе с вами разделяем притом давно я думаю на этом достаточно смотреть видео там он долго рассказывал что он возглавляет царские волки и вообще у них одно общее отечество самое интересное что пропаганда беларуси просто показала кусочек двухминутный что местный царь его принял а вот российская начала писать что луи решил его трудоустроить и предложил ему должность вице-премьера который должен заниматься взаимодействием с российским лпк ну чем будет лучше я батькам место меньше их будут вытеснять но правда рогозин сказал но я же девочка я должен уйти подумать для меня это неожиданная встреча неожиданное предложение но разгребят как и раз космос это нормально еще построить несколько домов потом выйдут будут кричать слава россии но как рогозин и эти видео сюда вставлять не буду ну удивительно еще знаете вчера меня вечером за спами ли буквально в телеграм боте это тем как вчера объявили о создании смоленской народной республики это сделал действующий депутат смоленщины и ян рудик который в срезу был у меня на интервью в прохе там правда ничего не говорил но никто не догадался я сначала полез проверять новости думал это первая апрельская шутка потом оказалось реально коммунист и национально-патриотический ян рудик решили так затронуть я к этому отнесся как троллингу но у нас такое огромное количество комментариев где мне ряда вдруг это не троллинг а вдруг там движение я бы эту новость упущен вы сегодня начали крутить в эфирах украинского тв поэтому я еще и рудика не спрашивал поговорю с ним завтра пусть два дня новость у ляжется и спросим что это за перформанс и как далеко они пойдут троллить в создании смоленской народной республики и присоединение и в между море и объединение с беларусь ну хотя как по мне подарок для пропаганды шикарный мы посмотрим что из этого получится дальше я хочу перейти великому кормчиму все россии пую который сделал ряд несколько заявлений сегодня но я вам предысторию плавно подведу как он громко рассказывает что мы первая экономика мира 1 российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года дальше я просто хочу показать старое видео где пуй объясняет почему курс не должен останавливаться на 100 почему выгодно делать его 150 200 300 почему от этого счастья россиян только будет прирастать потому что рублей же будет больше буквально 30 секунд вернемся упала стоимость рубля он немножко обесценился на треть на 30 процентов посмотрите мы раньше продавали товар который стоил один доллар а получали за него 32 рубля продали товар нужно деньги приходит рубля 32 рубля получить а теперь товар продали на рубль а получили 45 доходы бюджета увеличились друзья ну я предлагаю не спорить с этим чудо экономистом комментировать нет смысла мы предоставим это слово как мы любим своих солянках гиркин гиркин четко знает ответ доллар как известно скукоживается рубль укрепляется поэтому нужно эти перри пересчитать и соответствующим образом осуществить и выплат молчите подскажите президенту пусть молчит пусть меньше рассказывает про нас про свой многострадальный мне не придется тогда высказывать жесткие прямые слова в его адрес чтобы ну просто как-то по воздействию заткнись владимир владимирович заткнись просто молчи лучше и нам не будет за тебя стыдно из-за то что в нашей стране такой президент и враг не будет изгаляться но больше всего друзья мне понравилась реакция соловьева он же говорит пуй но подразумевает он же говорит набиуллина подразумевает путь когда я вижу истерики соловьева я получаю истинное удовольствие поэтому к этой минуте отнеситесь именно так получите удовольствие соловьев психует значит спецоперация идет по плану у меня вопрос ко всем депутатам государственной думы членов совета федерации скажите пожалуйста а вы не замечаете какой сейчас у нас курс в стране скажите пожалуйста вы хоть один запрос бы отправили чтобы эти люди пришли объяснили публично объяснить пожалуйста ранее что происходит что такого случилось что такой курс ведь это приведет к росту инфляции к росту потребительских цен при том это выпадет как раз пик на время избирательной кампании даже не объясняет какого хрена курс так скачет что над нами сейчас за границей теперь смеется что самые слабые одна из трех самых слабых валют у нас рубль благодаря гениальной политики центробанка который даже презирает народ чтобы хоть слово ему сказать о чем-то друзья на это же прекрасно он же все аргументы путина на пальцах разложил что тут немножко не понимает в экономике на эти следующее видео которое вам хочу показать многие написали кибер партизаны взломали там табло какой-то прессы в сургуте а я вам скажу может это наоборот последователи соловьева решили достучаться вы посмотрите какая интересная надпись в центре города бежит на табло такая надпись сургуте короткая емкая и все объясняет следующее видео я вам хочу показать про депутатов госдума они приходят федеральные каналы и они показывают что в принципе познание у тех а то в экономике ничем не отличается от пуя потому что у них возможно такая картина запад живет плохо у них все настолько дорого что все банкротятся но при этом очень плохо потому что огромные очереди за этим что очень дорого то время как новости из франции идут очень негативные вот даже такие мелочи например во франции закрываются массово парикмахерские люди отказываются от того чтобы ходить в них ну потому что во первых это дорого и во вторых очереди большие возникают ну попробуйте это уместить своей голове а я вам хочу последнее показать видео где человек не из франции из путина стана он явно ходит в парикмахерской потому что вот подстрижен в отличие от французов которые перестали стричься очень дорого он делает претензию опять же экономическую к украине потому что ну киви приказала долго жить никому не платят там по моему тысячу рублей в месяц она будет выплачивать течение там десятилетий всем кому она должна и кто там деньги одержал но виноват в этом зеленский до завтра хороших людей больше зеленский ты вообще с ума сошел ты шайтан настоящий шайтан ты зеленский оставьте это война ты чё делаешь я урод ты вообще с ума сошел что ли я уже надоел это жизнь ты понимаешь работа нормально не идет в инстаграме тиктоке не можешь даже на киви снять денег что я делать даже